МАРИНА ЛАНСКАЯ С детства мечтает танцевать. Возможно ли осуществление его мечты? Конечно, возможно. О том, как, мы расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. МАРИНА ЛАНСКАЯ Их предшественники давно покоряют мир. Коллектив существует с 93-го года. Их дело живет и разрастается, как крепкое, доброе дерево. И как дерево вырастает из маленького семечка, эта история тоже началась с малого. Я работала в обычной школе. И с Саньяей Маровной мы когда-то работали в школе. Она вела начальный класс, а я вела простую физкультуру. И у нас были спортивные классы, мы выигрывали, побеждали. А потом Саньяя Маровна стала директором «Динамика». И она меня звала. Я когда пришла, посмотрела на ребят, которые здесь есть. Я не знала, что есть такие дети. И я испугалась. И я отказалась, потому что мне было страшно. Я увидела мальчика, который не ходил, очень был дискоординирован. Я сказала, я не смогу здесь работать. И ушла. Потом сложились обстоятельства так, что мой муж, он работал 17 лет директором спортивной школы, сказал, ты вот с завтрашнего дня будешь работать у Саньяи Маровны. Это твое. И я как бы вот пришла. И вот в будущем, вот этот мальчик, которого я первого увидела, Антон Смирнов, никогда не забуду, он стал моим любимым учеником. Умнейший парень, с чувством юмора. И то есть я тогда поняла, увидев этих детей, что вот это первое впечатление, когда мы думаем, что они не могут ничего, это обманчиво. Ребята очень способные. То есть просто в каждой своем направлении. Поверить в ребенка, в свои силы, в то, что начав работать, можно осилить кажущееся неподъемным. Не испугаться слов, не смогу, не справлюсь. Вот с чего начинается любое великое дело. Мы стали пробовать делать танцы. Сначала у нас не было колясок. Были бытовые только коляски, и мы пробовали на них. Мы танцевали на стульях, на скамейках, выступали. Были такие победы, вот в конкурсе «Вера, надежда, любовь» мы все радовались. Ребята почувствовали свою силу и возможность. Вот, кстати, из того первого состава, такой у нас был и есть Антонов Сережа, он в первых у нас там танцевал, и вот Максим Седоков, они сейчас чемпионы мира. То есть и многие выпускники нашего ансамбля, не побоюсь сказать, 90% составляют основу клуба «Танец на колесах» и сборной «Россия». Это вот все, вот этот состав, конечно, это гордость. И уже сейчас, вот я говорю, Светлана Кукушкина, Максим Седоков, Яна Шинкарева, это все поколения, которые вот с этого года они просто заменили, а мы уже вот так на страховочке стоим, слегка помогаем. Инклюзия, когда дети с особенными потребностями учатся чему-то бок о бок с условно здоровыми детьми, сейчас вводится во многих школах. Но здесь, в динамике, даже этот процесс оказался естественным результатом их повседневной жизни. У нас дети были и есть, которые ходят, и которые на колясках. И сначала мы делали это просто вместе. Потом вначале привлекала учителей. У нас танцевали и педагог-организатор, и учителя. Ну, все танцевали. Вот Саня Альмаровна только не танцевала, но мы надеемся, что будет очень... Есть у нее желание. Потом получилось так, что вот моя ученица по обычной школе, в английской школе я преподавала 263-я, вот Светлана Кукушкина, и она летом всегда работала, и мы вместе работали в обычных лагерях. И там вот кружок хореографии, и детишек оттуда приглашали к нам просто, ну, как бы посмотреть. Вот, например, саму Светлану Евгеньевну я пригласила сразу встать в пару. У меня уже была мысль с Максимом Седоковым. Сейчас они чемпионы мира, лучшая пара в мире. Но когда я ее пригласила сюда, она сказала, ни за что я танцевать не буду. Тогда мы с Валентиной Александровной, вот с моей напарницей, мы завели прямо тетрадочку и поэтапно все расписали. Мы схитрили, попросили Светлану Евгеньевну прийти и помочь нашим детям вот в хореографии, и Максиму показать хотя бы какие-то движения. А Максим, когда увидел ее, он сказал, нет, я не буду с ней танцевать, нет, не буду. А мы ему сказали, она не видела никогда таких ребят и не знает, что такое коляска. Ну вот расскажи ей все. Мы сначала их подружили. Ну вот, это было, конечно, и они через год уже стали общаться. А когда стали общаться, узнали друг друга, что это здорово, и та семья, и другая приняли их как вот друзьями, и пошло-пошло, вот так поехало. Ребята приходили вот с лагерей. Прямо семья у нас есть Шорина, где трое, две девочки, мальчик. Они все поэтапно, вот самая младшая до сих пор танцует. Все прошли через наш коллектив. Чаепите устраиваем, к Новому году какие-то там елочные представления. То есть совместные мероприятия. Ребята переписываются друг с другом. У них пошло общение. Когда знаешь, какой это вот человек располагает, тянет. Со временем проектов, где с детьми на колясках танцуют дети из простых хореографических коллективов, стало все больше. Но всякий раз в основе этой встречи двух разных миров желание узнать друг друга, сблизиться и подружиться. Мне здесь очень нравится, потому что тут очень дружные ребята. Они дружелюбные и творческие, и нам было легко к ним присвоиться. Мы девочки веселые, и танец тоже веселый, и нам легко его танцевать. На первом занятии было сложно, потому что мы только начинали учить, но уже складывалось, как мы будем выступать. А потом мне понравилось, потому что тут дружелюбные ребята, и захотела продолжить ходить сюда. Мое первое занятие было, конечно, нетрудным, потому что, ну, сначала было немного трудно, потому что я боялась. Новый коллектив, новые друзья. Но мне было легко, потому что со мной были рядом мои подруги, которые меня поддержали. Но здесь я начала дальше продолжать свои занятия, потому что здесь оказался очень дружный коллектив. Здесь было очень хорошо, здесь красивые танцы. И было, на самом деле, было очень легко, когда все подружились и стали друг с другом общаться. Дети из коллектива «Радуга» приходят в динамику, чтобы ставить танцы с ребятами на колясках. Для них всех это новый опыт, который требует осмысления. И потому каждая репетиция заканчивается обменом впечатлениями и размышлениями о таких разных человеческих судьбах. Мы и сейчас, когда возвращаемся, и в самом начале мы это обсуждаем и до, и после, и по дороге. Мы проговариваем, что в этой жизни никто не знает, кто как должен двигаться, кто на коляске, кто на ножках. То есть мы еще даже до сих пор не знаем и это не почувствовать. Кто будет счастливее? Да, может быть, кто-то из них более трудолюбивый и у них в жизни больше чего добьется. Ну вот мы проговариваем, что они такие же детки, и мы такие же, и у нас совместные интересы, чтобы мы дружили, общались в соцсетях и с удовольствием встречались как можно чаще на разных таких мероприятиях. Неудивительно, что многие работающие с детьми с ограниченными возможностями люди верующие. И среди их родителей тоже немало тех, кто пришел к вере. У нас есть ребята, которые занимаются, девочки, из таких глубоко верующих семей, которые посещают службы, причащаются. И могу привести вот два примера, где просто совершаются чудеса, улучшается здоровье. И где говорили врачи, что вот что-то невозможно, а просто совершалось чудо, и это становилось возможным. Вот, например, Даша Попова, семья у нее плохо ходила, были проблемы, другие проблемы были со здоровьем. И вот по истечению многих лет и родители сами удивляются, по-хорошему удивляются, что все нормализовалось. Мы даже шутим. Даша, тебе скоро будет не пройти классификацию. То есть ты ходишь хорошо, там в аппаратах передвигается, они сами, одна может доехать на такси, может обслуживать себя полностью. Вот сейчас уехала вот на сборы. И так вот очень много. Роль веры здесь велика. Верующие девочки, вот у нас Надя Черикова, тоже самое. Семья глубоко верующая. И Надюшка вот прямо пошла на поправку, сейчас мы все за нее радуемся. Она какое-то время не танцевала, пропустила у нас вот год в коллективе, и вот вернулась, тоже очень рада. А Даша, это вообще наша звездочка, которая просто семимильными шагами преодолевает все барьеры. Но благодаря вере, родителям, и, конечно, вот занятиям здесь. И родители всегда рядом, всегда рядом. И вот их вера, мне даже здесь мама, вот буквально на днях, мама Наде Чериковой, я говорю, да у меня вот сейчас не получается ходить на причастие. Ну, большие проблемы с внуком приходится, все. Она, ой, как же так, Галина Ивановна, что вы, так нельзя. Надо обязательно причащаться, это уже столько, так придает силы. Наде все время вот. И, как Бог распорядился так, они получают квартиру, у них пятеро детей. И во дворе прямо храм. И они вот, как бы там все, вера помогает. Не всем польза танцев на колясках очевидна. Может показаться, что ребенок бросит трудоемкие занятия ходьбой, и прогресса в этом не будет. Дедушка Настя Волкова убежден, танцы для его внучки не помеха. Мы ее учим не пользоваться коляской. Вот, обычными колясками. Максимум ходить, ходить, ходить. И я увидел ее катающуюся на электрической коляске. Выразил недовольство воспитателям. А меня поняли, что я ей запрещаю заниматься танцами на колясках. Хотя разговора об этом не было. Потом пришлось письменное разрешение давать. Поэтому она чуть-чуть позже начала заниматься. Причем ей настолько понравилось, что коляски немножко каждому по размеру нужны. Под его спину, под осанку, под рост. Нам пришлось даже купить коляску. То есть свою. Вот, значит, с удовольствием она ходит сюда. После этого для совершенствования она пошла. Это есть клуб колясочников. Ну, спортивная секция, будем так, на миллионы. Значит, и там она вот почти два года занимается. Польза огромная. Осанка другая. Пластичность другая. Рук, тело. То есть для развития ребенка танцы, ну, наших детей, подобных детей, огромная польза. Важно, что о пользе занятий танцами говорят тренеры, педагоги, врачи, родители. Но важнее всего, что эту пользу ощущают сами дети. Я занимаюсь где-то три с половиной года. Но мне нравится, потому что у нас прекрасный коллектив. Здесь мои друзья. И занимаясь танцами, я получу удовольствие. Чему вот научился, ну, кроме выполнения конкретных движений? Тебе это дало вот что-то, что-то в плане, ну, я не знаю, и в душевном, и в физическом? Ну, да. Это самореализация. Мне приятно приходить на тренировки, участвовать в соревнованиях. Это доставляет большое удовольствие. Осанка изменилась, уже самостоятельным более стал. Жизнь изменилась. Вот самое запоминающее в моей карьере то, что в 2017 году был Кубок Континентов у нас в Питере. Я занял второе место среди юниора. Хожу почти три с половиной года. Нравится, потому что чувствую себя раскрепощеннее. Стало лучше ходить. Много общаюсь и с новыми ребятами, и с неновыми. Ездим много куда. Я тоже занимаюсь где-то три с половиной года. Вот мне вообще нравится творить. Вот, и в этом кружке, вот, мне удается реализовать себя по полной программе, вот, потому что танцев мы ставим много. Вот, у нас очень хороший коллектив, вот, и вообще нравится сам процесс. Я занимаюсь где-то около шести с половиной лет. Мне эти занятия дают как-то более раскрепоститься в обществе. Ну, естественно, я люблю танцевать еще плюс. И, ну, это еще плюс то, что социализация, люди, знакомые, друзья, вот, общение. Вот это все очень важно для жизни. Я была еще маленькой, когда познакомилась с тренером, и здесь начала заниматься сольно. Вот, и потом мы начали танцевать вместе. Уже танцуем вместе около трех лет. И выходим на соревнования, и там пытаемся занимать хорошие места. Расскажи, пожалуйста, что тебе дают эти занятия? Вот почему нравятся? Заряжают чем? Ну, во-первых, заряжают жизненной энергией и тем, как можно жить при любых обстоятельствах. Ну, несмотря на какие-то беды или что-то такое. Ну, и, конечно же, мне нравится танцевать очень. И мы с партнером занимаемся и друг друга заряжаем. Это и спорт, и творчество, и даже реабилитация – явление уникальное по своей пользе. Танцы – это практически единственный адаптивный вид спорта, который несет в себе реабилитацию для детей. Потому что хват обучаем коляске, руки разрабатываются. Меньше трап, потому что они на коляске, особенно тех, у кого руки более-менее хорошо работают, они становятся еще лучше, и работают для головы полезно. Все перестроения нужно запоминать, запоминать порядок движения. Это все детей развивает и улучшает. И вот мне кажется, что в танцах как раз-таки проще, чем просто физкультурой заниматься. Там 10 раз одно упражнение, 16 раз другое. А тут ему уже, хочешь не хочешь, под музыку нужно успеть, нужно сделать определенные движения. Даже ему если тяжело, то танцы, он забывает про это и начинает делать то, что сам от себя не ожидает. И в этом тоже есть свой плюс именно на хореографии, что дети лучше с этим справляются. Танцы на колясках для многих ребят старт в большую жизнь. Старт, задающий правильное направление и придающий сил. Танцевал у нас, работает сейчас у нас помощником воспитателя. Вот просто великолепно и тоже помогает нам. Полина Шакирова танцевала, была солисткой у нас очень много лет. Сейчас она в сборной нашего города и России по большому теннису занимает призовые места. То есть вот дальше, если посмотреть, Анастасия Рачицкая, она у нас, я не могу точно, должна сейчас назвать, адаптивная физкультура в институте Лезгов. Там возглавляет кафедру. Дальше. Ну вот Светлана Кукушкина, которая нажила чемпионка Максим Седоков. Вот опять Полина, это старшие как бы вот так. Ребята, которые у нас выпустились, ушли в техникумы. Кирилл, Паша сдали на права, водят машину. Вот у этого мальчика Кирилла Журба рука не работала. Вот просто еле-еле. Когда он пришел к нам в ансамбль, ребята, вот помню, танец Валенки у нас такой наш, коронный танец. Ребята на него ругались. Что ты быстрее, давай, не в ту сторону едешь, все. Вы не поверите, он выходил из школы, даже не знаем, какая рука лучше, какая хуже. Мотивация, вот так вот он настолько хотел. И вот я говорю, водит машину. То есть это здорово. То есть он социализировался, вышел. Когда мы все это начинали, мы тоже не думали, что у нас будут паралимпийские чемпионы, что у нас будут там танцы на колесах на таком уровне. Мы танцуем с 93-го года. Но мы начинали танцевать на полу, сидя на обычных скамейках. И все равно мы танцевали, да, мы этого очень хотели. А теперь они, наши первые выпускники, наши солисты ансамбля танцуют, они известны всему миру. Поэтому жизнь показала, слава Богу, наше общество стало разворачиваться все быстрее и быстрее к нашим детям-инвалидам. И для нас это нормально, что они выходят и участвуют. Наш Максим Седоков ездит в Большой театр на сцену и танцует, когда его там идет постановка, где он задействован. Сейчас творческие коллективы детей, танцующих на колясках, есть во многих городах. Обменяться опытом, посмотреть на других и себя показать. Они съезжаются на фестиваль «Адмиралтейская танго», который каждый год проходит в Петербурге. Мы проводили раньше всевозможные праздничные мероприятия, когда приглашали артистов и так далее. Потом поняли, что надо поменять формат. Надо представить возможность нашим ребятам выступать. Ну а для того, чтобы они выступали и не чувствовали соревновательного момента, потому что иногда сложно. Во-первых, ребята разных возрастов, разных возможностей. У нас участвуют и взрослые тоже разных возможностей и разных возрастов. Поэтому для того, чтобы предоставить всем возможность выступать, мы решили сделать формат фестиваля. На хореографов и тренеров по танцам на колясках нигде не учат. Эту профессию мало кто выбирает скорее. Наоборот, работа выбирает человека. И всякий раз этот выбор оказывается судьбоносным. Я училась в университете имени Петра Францевича Лезговта, на самом деле, на факультете адаптивной физической культуры. То есть я была готова к тому, что я буду работать с инвалидами, именно с детьми-инвалидами. Так как я была еще танцором профессиональным, танцевала с детства, спортивные бальные танцы, поэтому мне получилось так соединить свой профессиональный, скажем так, навык танцевальный и именно свою профессию, которую меня учили в университете. И говорю, что на самом деле была очень случайная случайность, счастливая, я считаю, потому что я работаю до сих пор, там мне очень нравится, что меня так вот позвали и сказали, что есть такой прекрасный коллектив, нужен руководитель. И я, так сказать, со всей, скажем, охотой, с головой прямо окунулась в эту систему. Да, сначала было все новое, даже несмотря на то, что я танцор, но танцуют на коляске, конечно, по-другому. Там другая специфика, конечно, музыкальность, ритмичность, это все очень схоже, естественно, с обычным танцевальным спортом. Название танцев, те же самые бальные мы танцуем, но на коляске, конечно, специфика есть. Пришлось немножко, скажем так, посмотреть профессионалов, посмотреть тем, кто этим занимается давно, так как наша сборная команда России давно уже существует на танцевальном олимпе, да, и они очень успешно выступают. Поэтому было у кого поучиться, но было немножко тяжело, конечно, потому что когда ты пришел, танцевал ногами всю жизнь, мне пришлось сесть в коляску в танцевальный и просто самой это все на себе ощутить, потому что пока не сядешь, не поймешь. Потому что споя своя специфика. Ну, очень интересно. Я на самом деле, в отличие от Дарьи Владимировны, никогда не думала, что буду работать с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот, училась я на педагога, совершенно для здоровых детей, педагогический университет заканчивала. Вот, но по счастливой случайности так оказалось, что пришла работать там, где обучаются именно такие дети. Самым большим, наверное, для меня каким-то стопором было то, что я... Мне всегда хотелось понравиться им, да, то есть, может быть, они это почувствовали, Вот, эту любовь и заботу. Вот, а так как я по образованию учитель музыки, то, встретившись с хореографом Дариной Владимировной, соответственно, мы нашли друг друга и стали изучать, смотреть, как же, да, это все работает. Вот, и началась моя деятельность с того, что я сама встала в пару к ребенку, танцующему на коляске, и попробовала себе в качестве танцора. Вот, с тех пор все закружилось, и, скажем так, я так и осталась в партнерстве с этими ребятами. Более того, теперь и сама пробует тоже ставить для них танцы, вот, а для деток, которые по-младше, по возрасту. Придя к нам в гости как-то, наверное, пару лет назад, к нам пришел коллектив из детского дома творчества современник нашего Выборгского района. Вот, пришли просто с танцем нам показывать, да, на новогоднюю елку, после чего мы у хореографа спросили, а не желаете ли вы такие красивые, молодые, обаятельные девочки попробовать с нашими такими же молодыми, хорошенькими ребятами? Ну, вот, были опасения, я скажу, что первое занятие, ребята, ну, не то чтобы друг друга побаивались, но как-то с осторожностью друг к дружке относились. Вот, но сейчас уже спустя несколько лет они у нас выпрашивают совместные тренировки, говорят, ну, когда же мы будем вместе работать над новым танцем, когда будем отрабатывать. В общем, они влюбились в танец, влюбились в друг друга, вот, и я считаю, что инклюзия на самом деле возможна, она может творить чудеса, и я думаю, что вот эти дети, которые к нам приходят из Дома детского творчества, да, коллектива Сидора, в частности, да, никогда в жизни не испугается человека, сидящего в коляске. Более того, он будет уважать его, гордиться успехами, ну, и любить, наверное, думаю, точно так же, не меньше, чем мы, педагоги. Может быть, не все сегодняшние танцоры на колясках свяжут свое будущее именно с этим делом, но один раз поверив в себя и достигнув успеха, им будет проще найти свое место в жизни. С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова